привет друзья планы на сегодня у меня были совершенно другие но с учетом того что груши портятся они кардинально поменялись помните грушу которую обломала вот они уже дошли дозрели в гараже там стояли укрытые начали уже гнить поэтому я решила сегодня сделать грушевый типа джем ну что получится варенье джем то что получится то и будем делать это у меня будет из расчета на килограмм груш пол килограмма сахара и треть чайной ложки лимонной кислоты или две ложки лимонного сока по ходу дела посмотрим сейчас буду брать груши и вот так вот очищать их хорошенько вырезать сердцевинку кожуру обрезать потому что если с кожурой то это будет не джем а дольки грушевые там или что-то типа того но кожура такая здесь и очень толстая эти грушев и какая-то корововатая поэтому буду его так вот потихоньку тоненько обрезать и нарезать ведерком что потом в нем удобнее было взвесить а потом переложим в кастрюлю в которой будем варить вот друзья 2 килограмма груш нарезала времени понадобилось прилично здесь мы вы знали какие они вкусные какие они сочные просто обалдеть сейчас таких груш наверное нет хотя они дозрели как говорится искусственным путем все всыпаем сюда килограмм сахара все накрываем крышкой и пусть часочек постоит чтобы пустила сок хорошенько и потом начнем варить вот друзья смотрите прошел часок сколько сока дала наше варенье посмотрите один сплошной сок все включаю огонь и буду варить наверное часок не меньше ну будем смотреть по ходу дела вот друзья смотрите наше варенье закипела сейчас поменьшим огонь и она будет кипеть надо обязательно помешивать чтоб не пригорело пенку не собираем пенка это натуральный пектин не надо нам собирать ее она лучше загустеет когда мы не будем собирать пенку вот друзья смотрите всыпаем чайную ложечку лимонной кислоты можно сок лимона но я решила лимонную кислоту можете кстати на вкус пробовать если вам мало кислинки можно добавить из немного можно начинать с меньшей дозы друзья что-то я думала думала какое-то варенье мое бредненько и понятное дело груши ну да когда поварится немножко поменяет нами цвет но я решилась добавить веточку базилика может немножко его прикрасить красивый розовый цвет как вы думаете получится не получится вот положу туда пускай на немножко поварится а потом достану вот друзья ушки наши стали уже мягенькие прошел час можно сейчас продолженным блендером пройтись но я решила толкучкой чтобы потом не быть блендер долго не возиться посмотрите цвет порозовел веточку базилика я уже выбросила видите какой красивый цвет стал и сейчас вот так еще половину 20 что друзья баночки уже стерилизуются готовится поступлению варенья так крышки закидываем в кипяток вот друзья смотрите какое красивое получилось прямо жерешка или джемчик и кусочки попадаются маленькие и вот такая красота сейчас буду раскладывать стерильные баночки вот одну баночку наполнила почти что не разлила ну вот примерно где-то не знаю даже сколько тут литра полтора наверно не больше получилось вот это не полная баночка чтобы потом посмотреть как застынет попробовать вот а эти пойдут в погреб а сюда сейчас налью холодненькой водички вот так вот ложечкой поболтаю и получится еще шикарный морсик вот друзья сейчас буду закрывать баночки крышечками вот здесь не полная баночка это же закрою она остынет и потом покажу какой густоты получился наш все крышки закрутила поставим остывать завтра поставим повреб а эту попробуем вот друзья варенье наша остыла посмотрите какое оно красивое по цвету посмотрим какое оно внутри вот какое красивенное внутри запах обалденный базилик тоже дал свою роль конечно здесь сыграл пахнет груша базилик прикольно цвет красивый сейчас попробуем друзья нежнятина и вкуснятина будем кушать сырнички с этим вареньем а вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока